Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу вам предложить десерт на гриле. Маленькая предыстория. Я родился в Татарии, и в пору моего детства до юношества никаких экзотических фруктов у нас попросту не было. Ну, папа ездил один или два раза в год в командировку в Москву и привозил апельсины. И на мой вкус это было что-то совершенно фантастическое. В 17 лет я поступил в Москву и с тех пор обитал в Москве. Таким образом, я пожил и в СССР, Татария превратилась в Татарстан, я застал ГКЧП и даже собирался защищать Белый дом, но опоздал. Ехал на поезде буквально на два дня. Я помню совершенно пустые полки магазинов и гораздо более позднее изобилие. Как-то еще студентом ехал на поезде домой, на каникулы. И в поезде соседом по купе, ну не по купе, в вагоне, оказался белозубый и черный, как ночь, прикольный пацан, студент, родом из Сьерра-Леоне. Так вот, он поведал о своей бизнес-идее. Он хотел поставлять в СССР ананасы и мотивировал свой бизнес-план тем, что где в России продаются какие-то невкусные, потому что кормовые, а вот у них там в Сьерра-Леоне растут какие-то совершенно невообразимо потрясающие. Гораздо позже, уже став отцом троих детей, я в Москве периодически покупал ананасы. Ну, один раз в год, может один раз в два года. Пробовал и пожимал плечами. Ну, ничего особенного, апельсины лучше. И только переехав в Испанию, я наконец понял, что он имел в виду. Настоящий спелый ананас отличается по вкусу от того, что в Москве считается очень спелым, так же, как фундук от желудя. Здесь, на десерт-вестаране, летом, я заказываю просто ананас. Неприготовленный. Свежий, порезанный. Но что дело тем, кто хочет насладиться вкусом, а до Сьерра-Леоне, ну или, по крайней мере, до Мадрида, ему далеко. У меня есть ответ. Я подсмотрел этот рецепт у какого-то англичанина, опробовал его на испанских, но зимних, недозрелых ананасах. И хочу вам сказать, при всей своей простоте результат очень и очень. Итак, представьте себе. Вы уже наготовили мясо, ваши гости или ваша семья объелась, лениво сидит, переваривает и о чем-то болтает. Вы берете ананас, разрезаем его острым ножом, конечно, самурой, вот так. Теперь вот так. Но эту половинку тоже. Теперь делаем так. Заслужим. И отрезаем сердцевину. Она жесткая и невкусная. То же самое проделываем с остальными. А теперь маленькое отступление. Ананас хорош сам по себе, но только в том случае, если он спелый. А если он немного недозрелый, то в нем маловато и сладости, и яркости, и вот такой характерной едкости. Конечно, можно накрутить всякого там, добавить мороженого, шоколада, меда, там еще черт знает чего. Но будьте проще. Давайте попробуем выжать из ананаса все, что он может дать, используя минимально необходимое и достаточное количество продуктов. Лайм даст яркость, кислинку, мощный цитрусовый аромат. Коричневый сахар добавит недостающей сладости. А теперь все просто. Всего три действия. Редактор субтитров А.Семкин Для красивой подачи и для удобства поедания стоит разрезать. И можно удивлять гостей. Вот такая красота получилась. Быстро, элементарно, просто, и самое важное, даже зимний ананас в такой обработке заиграет, как ограненный алмаз в оправе. Ой, пахнет лаймом, карамелью. Из-за тепла углей ананас дал дополнительный сок. Он мягкий, он сочный, он волшебный. Очень, очень классный десерт. И не добавляйте вы в него больше ничего. Вот это сочетание вкусов, это как аккорд. Здесь каждая нота в тему, и не нужно больше ничего лишнего. Спасибо за компанию, и всем пока.